Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы с вами читаем 11 главу. Был болен некто Лазарь из Вифании, селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. И Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. И Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? И Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Лазарь – это друг, знакомый Господа Иисуса, и эта семья хорошо знакома Господу. И эта семья, естественно, возлагает свою надежду на Иисуса Христа. Они видят, что Лазарь тяжело болен, но очень плохо. И они посылают к Иисусу, как к целителю. Они надеются, что он исцелит его. И Иисус должен прийти его и исцелить. И вот он идет разбудить, как он сам говорит, Лазаря. И Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем мы, и мы умрем с ним. Примечательны тут слова Фомы, которого мы иногда называем Фомой неверующим. И я помню это выражение, Фома неверующий. Мне было известно задолго до того, как я узнал что-либо о Господе Иисусе Христе, потому что так называли человека, который не верит чему-то там. Ему что-то рассказывают, он сомневается, он говорит, да ты Фома неверующий. И вот мы видим, что Фома здесь выступает не как неверующий, а как человек, который готов умереть за Иисуса. И мы видим, что Фома, он не то чтобы неверующий, он просто по жизни пессимист. Он предан Господу, и он думает, что да, Господа убьют. Ну, пойдем мы умрем с ним тогда. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в огробе, то есть в пещере, где погребали. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марию, утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресение в последний день. Среди иудеев уже тогда была заметно достаточно, она не была центральной, но присутствовала вера в воскресение мертвых. Что Бог воскресит всех умерших в последний день. Это будет очень не скоро. Но воскресит в конце концов, и Иисус говорит ей слова, которые, ну, мог бы сказать, богочестивый человек, пытаясь утешить родственницу умершего. Что вот воскреснет когда-нибудь потом в последний день. И Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресение в последний день. И Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Иисус говорит, что воскресение это не просто какое-то событие, которое будет потом. А вот здесь, прямо сейчас, присутствует тот, кто дает воскресение и жизнь. Иисус Христос, это и есть воскресение. Там, где присутствует Христос, там уже присутствует воскресение. Там уже смерти нет. Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос. Сын Божий, грядущий в мир. И мы видим ее исповедание веры. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию и сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб, плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?». Мы видим здесь, Господь проявляет человеческие эмоции. Он плачет вместе с этими людьми, которые удручены смертью их близкого. Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри, Иисус прослезился». И мы видим, что Господь прослезился, и этим подчеркивается не только полнота его человеческой природы, подчеркивается реальность его эмоциональной жизни. Он плачет над могилой друга. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли си, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?». Иисус же, опять скорбя внутренне, подходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, «Отнимите камень». Мы видим здесь, что Иисус произносит эти слова «отнимите камень». И эти слова звучат очень странно. Приходит друг умершего и просит, «Отнимите камень». Это как если бы в наши дни сказали, «Раскопайте гроб». Это выглядит странно, это выглядит неуместно. Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Четыре дня для жаркого климата это много. И там уже действительно пошел нехороший запах. И человек не только умер, его тело уже разлагается. Его смерть абсолютно несомненно. Если в случае с воскрешением, например, сына Наинской вдовы, можно было сказать, что человек только что умер, может быть, он впал в какое-то такое состояние, которое приняли за смерть, может быть, просто он впал в кому, его можно из него вывести, может быть, он еще жив на самом деле, люди ошиблись, пытаются его похоронить заживо, то здесь Лазарь абсолютно мертв. В этом нет никаких сомнений. И Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. И Иисус же возвел отче к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Лицо его было обвязано платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». И мы слышим этот голос Бога, «Лазарь, иди вон!» Это голос именно Бога, потому что мы знаем и люди знали тогда из Ветхого Завета, что во власти Господа Вседержителя врата смерти. Единственный, кто обладает такими масштабами власти, это Бог. И Иисус вызывает Лазаря из гроба, он показывает этим свою власть над смертью. И Иисус удостоверяет этим общее воскресенье. Как мы поем в церкви, что общее воскресенье, прежде твоей страсти, удостоверяя, возвал из гроба Лазаря. Наступит день, и Бог обратится к каждому из нас. Иди вон, и мы встанем из наших гробов, и мы воскреснем из мертвых, как воскрес Лазарь. И вышел умерший, обитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Мы видим здесь реакцию людей, которые это все видели. Мы видим, что происходит одно из наиболее потрясающих чудес, которые вообще в Евангелии упомянуты, Лазарь мертвый, и в этом нет никаких сомнений, выходит из гроба. Мы не знаем, что себе говорили те, кто не уверовал. Возможно, они говорили, что все это хитрая фальсификация, что живой Лазарь обложился там дохлыми крысами для запаха и ждал сигнала. На самом деле он там и не помирал, а просто притворялся. Или я уж не знаю, что они себе говорили. Но это напоминает то, что я прочитал в свое время. Или я не прочитал, я слушал запись лекции одного неверующего библеиста Барта Эрмана. И он, упоминая библейские свидетельства о воскресении Христа, он как-то сказал, что у нас нет объяснения того, как возникла вера в воскресение Христа, но все равно я не верю в чудеса, и я не верю, что Христос воскрес. То есть это ситуация, когда человек, ну я не знаю, как это можно было бы объяснить, но я считаю, что чуда не было. Вот нет и все. Но даже если я не понимаю, как бы это можно было бы объяснить. Или как мы можем вспомнить другой пример со знаменитой Туринской площаницей. Никто не знает и никто не может объяснить, как именно было создано изображение на этом полотне, но неверующие люди уверены, что это средневековая поделка. Хотя им понятия не имеют, как это вообще можно так подделать, но тем не менее они уверены. И точно так же те, кто не уверовал, перед лицом этого чуда, они, очевидно, не имели никакого альтернативного объяснения, но они предпочли упереться, им предпочли не верить. И мы видим здесь, как чудеса и знамения, которые творит Иисус, они приводят к разделению. Часть людей верует, часть только еще больше ожесточается. Перед лицом одного и того же чуда. Кого-то оно располагает к покаянию в вере, кого-то, наоборот, располагает к большему ожесточению. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, и этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют местом нашим и народом. То есть они не отрицают, что Иисус творит чудеса, и что он много творит чудес. Но они видят политические последствия этого. Все в него уверуют, все его поддержат. Римляне решат, что началось восстание, и придут его давить. Соответственно, овладеют местом нашим и народом, то есть устроят резню, и это восстание подавят. Один же из них, некто Кайяв, будучи на тот год первосвященником, сказала, вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Сьез же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Кайяфа выступает с таким невольным пророчеством, что один человек умрет за народ. Но мы видим здесь, что Кайяфа исходит из политического расчета. Он не говорит, что Иисус в чем-то виноват. Нет. Он не отрицает даже его чудес. Но он говорит, что вот политическая ситуация напряженная. Римляне ожидают восстания и готовы утопить его в крови при первых признаках. И если все уверуют в Иисуса, это кончится тем, что будет восстание. Люди проразгласят Иисуса царем. Римляне всех перережут. И поэтому Иисуса нужно устранить. Кайяфа тут действует как такой политик. Он считает, что он действует ради блага народа. И ради блага народа он считает, что Иисуса нужно уничтожить. В этом страшная трагедия Кайяфы, потому что он видит свое действие, которое он совершает, богоубийство. То, что он затевает, это богоубийство. Но он считает, что это оправданное действие. Что он таким образом спасает свой народ. С этого дня положили убить его. То есть они приняли решение Иисуса убить. Причем это уже решение не на уровне озвобленности отдельных фарисеев, а на уровне самой верхушки политической элиты народа. Они твердо решили избавиться от Иисуса Христа. Они твердо решили его убить. И, конечно, они хотят его убить, потому что для них неприемлемо его проповедь. И особенно неприемлемо его свидетельство о себе, как о Боге. В наши дни, ну, собственно, это началось не в нашей, это началось раньше все значительно. Это началось в веке XVIII. Было множество людей, которые хотели бы очистить Евангелие от догматики и оставить только этику, оставить только нравственное учение, что был вот Иисус, он учил всех любить друг друга, потом его убили злые люди. И такое переписывание Евангелия, оно полностью лишает распинателей любой мотивации. Абсолютно было не опасно в то время учить миру и любви. Были люди, которые учили, и никто их за это не убивал. А люди, которые бы учили всяким таким нравственным прописям, они не вызывали никакой враждебности, их бы просто никому не было бы дела на самом деле. И когда люди пытаются изобразить Иисуса в виде такого, ну, вот, хиппи 70-х годов, которые просто проповедуют, что нужно жить в мире и всех любить, они упускают ключевой момент конфликта. А из-за чего, собственно? Из-за чего, собственно, весь конфликт? А конфликт из-за того, что Иисус недвусмысленно претендовал на то, что он Бог. И когда человек претендует на то, что он Бог, он не оставляет нам богатого выбора. Мы можем либо принять эти его притязания, или не принять. Или мы уверуем в Иисуса Христа как в Бога, и поклонимся ему, или откажемся, и мы не можем занять промежуточную позицию. Он не оставляет такой возможности. Вот люди, которые отказались уверовать в Иисуса Христа как в Бога, они составляют заговор, чтобы его убить. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из сей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть на Пасху Иудейскую они уже готовятся его схватить. И мы видим, как события в Евангелии уже движутся к своей развязке. Мы с вами прочитали 11 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».